Белый гриб. Белый гриб, пожалуй, является самым знаменитым представителем грибного царства, которого можно было бы запросто назвать без преувеличения царем среди грибов. Такая слава к нему и благодаря его необыкновенным вкусовым свойствам и внешнему виду. Белый гриб – общепринятое название для нескольких видов грибов, различающихся в основном местом роста. Относится белый гриб к семейству балетовых и роду боровиков. Его легко узнают даже начинающие грибники и с удовольствием собирают. Белый гриб широко распространен на всех материках, кроме Антарктиды и Австралии. Произрастают белые грибы семьями или колониями-кольцами. И пусть даже как много в лесу грибов, каждый старается набрать именно белых грибов. Ведь своими питательными и вкусовыми качествами это ценнейший съедобный гриб. Белый гриб получил такое название потому, что у него мякоть имеет белый цвет и он не изменяется ни на изломе, ни при кулинарной обработке. Характерная особенность белого гриба – наличие на ножке своеобразной сеточки. Белые грибы растут как в хвойных, так и в лиственных или смешанных лесах под такими деревьями, как ели, сосны, дубы, березы, грабы, пихты. Сбор белых грибов можно осуществлять в местах, покрытых мхом или шайником, на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах. Но эти грибы редко произрастают на болотных почвах и торфяниках. Белый гриб любит солнечный свет, но при этом может расти и на затемненных участках. Плохо растет гриб при переувлажнении почвы и низких суточных температурах воздуха. Белые грибы редко растут в тундре-лесотундре, лесостепи, а в степных регионах белые не встречаются вовсе. В каждой местности свои сроки плодоношения. В теплых зонах гриб начинает расти в мае-июне и плодоносит до октября-ноября. На севере период роста с июня по сентябрь. Отличается длинной фазой роста, чтобы достигнуть зрелости, ему надо расти целую неделю. Растет семьями кольцами, обнаружив один экземпляр. Надо тщательно исследовать близлежащее пространство, там наверняка найдется еще несколько штук. Белый гриб, съедобный гриб, наиболее высоко ценимый не только за свои отличные вкусовые качества, но и по питательной ценности и содержанию полезных микроэлементов. Пригоден для всех видов кулинарной обработки и заготовок. Ни один гриб не сравнится с белым грибом по пищевой ценности. Многие знают этот гриб под названием боровик. У любителей тихой охоты он пользуется заслуженным авторитетом. Все грибы рода боровик имеют поразительно тонкий аромат и пикантный вкус. Полезные свойства белых грибов. Боровик – ценнейший продукт питания. Калорийность сырого боровика – 22 килокалории на 100 граммов. Состав – белки 3,1 грамма. Углеводы – 3,3 грамма. Жиры – 0,3 грамма. Пищевые волокна – 1 грамм. Вода – 92,45 грамма. Зола – 0,85 грамма. Боровики – просто кладовая всех возможных витаминов, минералов и прочих полезных веществ. Это ценнейший продукт, который сочетает в себе вкус и полезные свойства. В белых грибах есть все, что необходимо организму, в том числе – селен. Также белые грибы обладают рядом полезных качеств. Белый гриб, кроме вкусовых качеств, славится своей способностью стимулировать секрецию пищеварительных соков, превосходя в этом отношении мясные бульоны. Благодаря содержанию большого количества серы и полисахаридов, белые грибы помогают бороться с онкологическими заболеваниями. Они также обладают противоинфекционными, ранозаживляющими, противоопухолевыми и тонизирующими свойствами. Очень полезен белый гриб при гипертонии, стенокардии, других заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Применяют его также для профилактики инфарктов и инсультов. Содержащиеся в нем вещества разжижают кровь, снижают скорость ее свертывания, расширяют кровеносные сосуды. Входящий в состав белых грибов эфирлицетин препятствует отложением холестерина на стенках сосудов, что делает его полезным при атеросклерозе и малокровии. А содержащаяся в грибах аминокислота эрготионин поддерживает процессы обновления клеток и поэтому особенно полезна для глаз, почек, печени и костного мозга. Также в белых грибах содержится много бета-глюкана. Этот неусваиваемый углевод является сильным антиоксидантом и оказывает сильнейшее воздействие на иммунную систему, создавая защиту от вирусов, бактерий, грибков и канцерогенов. Кроме того, в состав белых грибов входит ряд ферментов, способствующих расщеплению клетчатки, жиров и гликогена. Наружно применяют порошок из сушеных белых грибов в виде присыпки при труднозаживающих ранах, язвах, пролежнях и т.п. Водные вытяжки в виде примочек и промываний при ожогах, обморожениях, ранах, кожных заболеваниях, а также в косметических целях. В качестве лекарственного сырья используются преимущественно сушеные грибы. Для приготовления водных и спиртовых экстрактов могут применяться свежие. Вред белого гриба. Белый гриб является съедобным грибом, но им также можно отравиться в нескольких случаях. Грибы нельзя употреблять людям при следующих заболеваниях. Желудочно-кишечного тракта, печени и почек, подагре, экземе. В белом грибе содержится хитин, который сложно усваивается детским организмом, беременными женщинами, людьми с заболеваниями пищеварительной системы и почек. Даже бульон из белых грибов может привести к обострениям. Белые грибы, как и любые другие грибы, накапливают токсичные тяжелые металлы, содержащиеся в земле. Именно поэтому нужно быть осторожными и ни в коем случае не собирать грибы, растущие в черте города или рядом с промышленными предприятиями, свалками, отходами, рядом с автострадами. Кроме этого, возможно возникновение аллергической реакции на грибы. Кроме того, если собирать, готовить и хранить грибы неправильно, то их употребление может привести к печальным последствиям вплоть до летального исхода. Ну и, конечно, к отравлению может привести употребление опасного двойника белого гриба, который называется желчный гриб или горчак. На этом у меня все. Желаю всем крепкого здоровья. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки, дизлайки и комментировать. Всем спасибо, до новых встреч!